А Яна неплохо выглядит. Как у неё дела? Уже рвётся домой. Хотя доктор говорит, что нужно ещё немножко полежать. Она сегодня вырвалась на пару часиков домой. Самое главное, что она выздоровеет. Отличная новость. Но она так быстро засобиралась в больницу, что так и не ответила, а куда это вы собирались меня отправить? Куда подальше? Это мы с Яной говорили. Зачем, мол, отдыхать в подмосковном санатории, когда ты как совраска туда-сюда мечешься? Уж тогда лучше отдыхать за границей. Но зато так я имею возможность каждый день видеть свою любимую жену. Да и тем более я обещал дорогой супруге, что проявлю некую мужскую солидарность по отношению к тестю. Буду проводить с ним больше времени, мы с ним будем разговаривать. О политике, о делах. Вы же, женщины, об этом ничего не понимаете. А для мужчины, для мужчины, это вот, если у него нет сына, зять для него, это же что-то вроде утешительного приза. Пусть он там отдохнет хорошо. Это ты у нас время отдыхаешь и лечишься. А ему есть чем заняться даже на пенсии. Тусь, ну я так, Сережа, не могу отправиться в санаторий, а ты? Хочешь, я тебя отвезу? Да нет, ну что ты. А как ты одна потом будешь возвращаться? Малыш, я же волнуюсь. А ты не волнуйся. Я с тобой останусь. А, ну, знаешь, у нас там посторонний вход воспрещен. Какая она тебе посторонняя? Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить. Не с тем, другим, не с той, другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит в дом. Велоны друг друга снежно обнимают дверь любви. Под ним огнем в ночи сияют две души, как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит, есть на свете я и ты, я и ты. здесь такой воздух, просто обалдеть. У меня сейчас легкие взорвутся. Слушай, а может махнемся? Ты останешься здесь, а я, я в Москву. Для тебя и ребенка лучшего места найти. Ну, если мой доктор согласится переехать вместе со мной, то я согласна. Еще один человек в белом халате. Нет, я этого не переживу. Ты знаешь, он меня даже похвалил, он сказал, что я просто героиня. Ты? Да. Конечно, героиня. Столько лет к ряду терпеть такого зануду, как я. А я обожаю зануду. Если ты сейчас откажешь мне в срочной помощи, я просто не знаю, доживу ли я до утра. Милый, твоей беременной жене нужны срочно положительные эмоции. Спаси меня. Ну что, как, Танюш? Да спит еще, мама. Пусть поспит. Ах ты, проститутка. Чего? Мам. Витя, ни одна острого ножа в доме нет. А, мне проститут послышать. Давай я поточу. В чем проблема-то? Представляете, вот, мужики, задавила бы своими руками. Сейчас. А мы с Димкой на что? Мы его быстренько, мать. Чик-чирик и кухаряку. Вы такие кровожадные. Давайте ее еще вдовой оставим. Только этому. Да какая разница, Гарь? Она его не простит, все равно. А кто знает? Я знаю. ты не знаешь сына. Она ребеночка под сердце вносит. А одной, ой, как трудно детей растить. А Таня-то сама что думает, мам? Молчала весь вечер. Я открою. А вот я бы ни за что предателя не простил. Да это не тебе судить по-любому. Помолчи, тебя не спрашивают. Ты в этом вообще что понимаешь? А ты понимаешь? Один раз предал, все, дальше еще хуже пойдет. Да, мам? Соседи, здравия желаю. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Вот. Сам испек. Да? Угощайтесь. Оладушки, оладушки, где были у бабушки. Товарищ генерал, донесение бойца невидимого фронта. Так, а так. Корреспонденция объекта наблюдения. Надо бы вскрыть как-то срочно. Потому что мне все это надо доставить по адресу. Я зря точил. Дай сюда. Ты что? Я вас сейчас всех умою. А ну. А кто мне говорил? жизни не давал. Мать, выбрасывай все, старео. А вот это, вот что бы мы сейчас без него делали? Вот этот закипит. Он не выключится. Вот он будет пар давать столько, сколько нам надо. Точно. Ветя, давай, заводи. Молодец, мать. Менделеев ты наш. мне надо ехать домой. Я провожу. Не надо, я... я не хочу. Таня, ты обиделась? Прости, я не хотел. Вот именно, что ты не хотел. Сережа, неужели я тебе так противна? Я так мечтала побыть с тобой наедине. Таня, ну пойми, здесь дело не в тебе и не во мне. А в ком? Ну я... я не знаю, как это объяснить. Ну, просто я боюсь. Боишься? Чего же ты боишься? Случаи невыполнения вышеуказанных условий, вот это порядок. Настоящего соглашения данного юридического и цабу я не разбираю. Мелком написать, что я не понимаю. Что, дай прочитать. Что? Реорганизован с последующим аннулированием права вести самостоятельную деятельность. Ну? А что это по-русски не написать? Мол, так и так. То, то, а то это. Франчайзинг. Франчайзинг отшит такое. Так. Это нужно показать тому, кто в этом разбирается. А пока будем накапливать информацию. Действовать будем следующим образом. Едем в нашу кафешку, копируем эти документы путем ксерокса, а потом Василий Иванович развозит их по адресатам. Да, развозит. Кстати, мать, твоя химия не помогла. Это не моя химия, а твои руки. Надо аккуратненько приклеить. Ладно, не боясь, приклеим так, что комар носа не потучит. В конце концов, новые конверты купим. То на них внимания обращай. Зато за эту неделю мы столько компромата на него наберем, что наш Игорь в Икс превратится. Всем доброе утро. Надо же. А вам что, кафе мало? Решили еще почту открыть? Да, ну вспомни, сколько мы пытались завести ребенка. сколько времени и сил ты потратила на обследование. Ты же сама говоришь, что беременность проходит трудно. Причем тут это? Я боюсь навредить ребенку. Это каким образом? Я не помню, у кого, но я читал где-то, что на первых и на последних месяцах беременности, ну, ты сама это отлично знаешь. Это опасно для плода. Вред. а разве тебе твой доктор об этом не говорил? Интересно, где ты это вычитывал? Сережа, если, если ты не хочешь быть со мной, так и скажи. Танюш, ну, трудно родиться у нас, малыш, да? И у нас будет с тобой много-много времени. я говорю, цены подскочили, просто суммы астрономические, вот сидим за свет, счета проверяем. Да, ну, а с другой стороны, мам, что теперь, без света сидеть, что ли? Ну, ладно, бог с ним, со светом, Танюша, давай, садись, позавтракай с нами. Я не хочу завтракать, спасибо, но сесть присяду. Без всяких спасибо не хочу, ты что, ребенка хочет голодом уморить? Действительно. А, Василий Иванович, он сам собственноручно оладьи смастерил сегодня. Так что, обидеть хочешь? Попробуй. Танюшка проснулась, давайте, ребятки, чайку или молочка можно? Давайте, кофе переготовлю, настоящий зеренок. Не, спасибо, я лучше чаю, можно? Давай, я тебе долью чаю, Танюш. Вот. помните, как мы с мамой к вам в первый раз приехали, варенье привезли. Да, кушай, Танюш. Крыжовин, точно. Я так до полбанки съела. Ну да, мама еще тогда очень переживала, мало ли, вдруг вы нас не примете. Может, варенье тебе положить? к оладушкам-то. Нет, нет, спасибо, я не к этому сказала, просто, просто, вдруг так маме захотелось. слушай, а может, я тебя все-таки провожу? Угу. Ты меня дай дома, я тебя до санатория, иди отдыхай. И не вздумай больше в Москву мотаться, я сама тебя навещать буду. Как же вы там одни, бедные, беззащитные женщины в большом доме. Кстати, Олег Эдуардович скоро вернется? Я не знаю, он давно не звонил, я за него волнуюсь. Ты с ним поговорить хотела? Да. А, по поводу? Просто поддержать, чисто по-человечески. Ты же сама просила. Сереж, я так тронута, ты не забыл. Если бы меня в свое время кто-то поддержал, чисто по-человечески, хотя бы просто морально. Знаешь, я здесь афоризм придумал, хочешь? Братья по-разному встречаются среди товарищей по несчастью. Ну как? Знаешь, Сереж, мне иногда кажется, что мы могли стать хорошей семьей. Спасибо тебе. Пока. 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 А наш-то, Надюшка с Верой, наверно, там на природе блаженствуют. Да, да, я вспоминаю, в детстве всего дождаться не мог, когда мы в тупилки поедем. Ой, да. Ну, а она что, дома обязанности, а там свобода. Ты болтун, какие у тебя обязанности дома были, а? А что, какие? Да ты даже из-под палки уроки у нас делала. Рочно, я за его математику. Математика. На минуточку, у Тани мама учительница для нас. Тане голова на плечах, на минуточку. Она в институт поступила с первого раза и без блата. Понял. Она такая, Танюшка умница у нас. Хороша была Танюша, круче не было в селе. Нет, нет, Витя, Витя, не надо эту, нет, давай свою. Мам. Спой, Тань, ты не слышала песню, которую Витя сочинила? Ну, перестань. Нет, нет, я не слышала, мне Надюшка рассказывала. Ну, не слышала я хорошо, правда. Это что ж ты, мы знаем ее, практически уже пою. Вот именно, давай. А сестра не знает, что ли? Мам. Витя. Да, ну, тебе надо, правда, ну, самодетельность какая-то. Да, Витя, ну, ты мне скажи, ты музыку тоже сам сочинешь? Да какая там музыка? Тра-ля-ля. Три рубля. Да, 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 да. Попроси его, отличные песни. Витя. Я не думала, что у нас такие гении есть. Вово. В семье. Там же гении. Давай, давай. Просим, просим. Да ладно, тоже скажешь. Ну, давай, заводи полосюбку, давай. Сначала послушай, давай. Слушай, давай, Витя. Ну, давай, Витя. Слушай, тихо, 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 все, Витюша, прости вас, прости. Ой, это ладно. Тихо, 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 тихо. Открыто. Разрешите? Конечно, входите. Позвольте представиться. Гладышев Николай Порфирьевич. Ваш сосед. Сергей Никифоров. Очень приятно. Очень приятно. Приходите, присаживайтесь. Спасибо. Не помешал? Да нет. Тысячу извинений. Если я вас отвлек, я вижу, вы были чем-то занят. Наоборот, не знал, чем себя занять. Не интересуетесь? Ну, как говорится, никогда не играл, а потом забыл. Шучу. Просто давно не играл. А вы не переживайте, я тоже. Не Капабланк. Так и начинался исторический матч. Не Капабланк и не Алёхина. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, а я, знаете, люблю задачку шахматную разобрать, в этюдике поковыряться. Для мозгов лучшая тренировка. Вы, поэтому, в спортивном костюме. А, кстати, к вопросу о шахматах. Что это? Спорт, искусство, игра. Ну, чёрными и белыми? Белыми. А вы художник? Строитель. Строитель. Ну, так баловался когда-то. Извините. Они ещё не закончены. Извините. Нет, это, это вы меня простите. Просто, не сбывшиеся надежды. Пожалуйста. Ты мечта моя. Ну, как? Правда, сам написал. Молодец. Здорово. Да, я в который раз слушаю, каждый раз, прямо. Ой, а меня как? Тебе, правда, понравилось? Очень понравилось. Знаешь, Витька, видно, что, знаешь, с душой написано, с сердцем. Вот, Танюша самые верные слова и нашла. Конечно, видишь, с сердцем написано. Здесь, Витька, очень хорошая песня. Танечка, Таня, Таня. Вот она, сила настоящего искусства. До слёз человека довёл. Молодец. Я же говорил, не надо. Интересно, интересно. Да ладно, юношеское баловство. Небоскрёб в снежной пустыне. Да вы не архитектор, вы поэт. А это, это дворец, настоящий дворец. А этот санаторий, где мы имеем честь с вами пребывать, построил холодный сапожник. Без души наляпано. Будь моя воля, я бы заставил этого, с позволения сказать, архитектора пожить здесь самому пару месяцев. Сахар. Спасибо. Оригинально. Оригинально, избушка двадцать первого века. Эдакой пятизвёздочной отели в миниатюре. Я бы снял в таком номере. К сожалению, номера в нём не сдаются. А жаль. Идея-то хорошая. Вы знаете, я жил в таком, в Германии. Его держала пожилая пара. Никакой казёнщины. Уютно, по-домашнему. И знаете, не чувствуешь себя постояльцем, а как в гостях. Атмосфера, Серёжа, ничего, что я вас так называю? Нет ничего, конечно. Так вот, Серёжа, атмосфера, вы знаете, это ведь самое главное. Это то, без чего нельзя жить. Понимаете, это как любимая женщина. Да-да. Ну и где же вы мечтаете построить ваше детище? В тёплых краях, поближе к морю? А? Знаете, наоборот. На севере. Ну да. Там, где людям не хватает света и тепла. Россия, Россия северная страна. А те края у нас плохо обживаются. И самое главное, не пытаются. Вот что обидно. Понимаете? А этот дом, да. Этот дом, вы правы. Я проектировал его для любимой женщины. Уж не для Толи, которая приезжала к вам. Простите, Сергей был бестактен. Да нет, ну что. Это я когда-то был бестактен. Поэтому этот дом так и остался на бумаге. И никого не согрел. Может, сжечь его в печке. Хоть немного тепла в мире прибавится. Да, Ань. Ты не думай про это. Мужики ведь, они все такие. Они устроены так. Знаешь, я даже читала где-то, что у них мозги по-другому работают, не так, как у нас. Знаешь, мне мама в детстве рассказывала сказку про солнце и луну. Мол, они поссорились, и теперь солнце выходит днем гулять, а луна ночью. И они никогда не помирятся. А вот и нет. Ранним утром, когда их никто не видит, они встречаются на небе. Ты только не подумай, что я Игоря оправдываю. Просто строить ведь гораздо труднее, чем ломать. Кому я это рассказываю? Строителю. Танька, Танька, мы же с Вадиком тоже дров наломали. И каких дров? Все по глупости. Да знаю я, как бывает. Хотя лучше иногда и не знать. Галь, а что ты подумала, когда про беременность узнала? Ой, я сначала не поверила, а потом, конечно, так обрадовалась, счастливая ходила. Ну, ты видишь, я тогда аборт хотела сделать. А как же? Впереди тюрьма, какой срок дадут, неизвестно. Сплошная чернота. Ну, как-то так вовремя одумалась, даже не представляю, как бы сейчас без Наськи жила. Да. Вроде бы все было тогда плохо. Ни свободы не было, ни денег, ни работы, а ж тем более. А ребенок, знаешь, ребенок желанный был. А сейчас все есть, и деньги, и работа, и свобода. Грех, конечно, так говорить, но лучше бы я не ждала этого ребенка. Танечка, да что ты говоришь такое? Он же все слышит. Солнышко, ну, ты же знаешь, какое счастье, детки. А потом-то этого счастья будет все больше и больше у тебя. Родная моя, ну, что ты? Я расстроил вас. Да нет. Ну, что вы? Да вижу, вижу, расстроил, Сереж. Вы уж простите меня, если сказал лишнее. Девушка, которую вы видели, это моя жена, Таня. Но дом я мечтал построить для другой девушки. Ее тоже зовут Таня, но но они абсолютно разные. Вы представите эту Таню, когда я, когда я вам расскажу про этот дом. В этом доме нет ничего искусственного. Все просто и и прочно. Много дерева, дерева, немного металла. Ведь что самое главное в доме? Главное, это тепло. Не то тепло, которое дают батареи, а тепло настоящей живой жизни, понимаете? Ну, так, чтобы в ней струилась кровь. О, да. Блин. Извините, что-то, что-то меня занесло, но я распился здесь. Ничего, ничего, Сережа продолжает, пожалуйста. Ну, смотрите, мне хотелось построить дом, чтобы люди, ну, просто обязаны были быть в нем счастливы, понимаете? Ну, потом оказалось, что до меня были и другие великие утописты, там, Томас Мор, Кампанелло. Это так вообще хотел построить город солнца, и чтобы все были в нем счастливы. А так не бывает. Вот, дом небольшой, но просторный и светлый, как ее душа. Все просто и надежно. Большие окна, почти до пола, стены беленые, много воздуха. Но, к сожалению, этого не будет. Никогда. Ну, ответь. Давай. Телефон абонента выключен или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее. Черт. Так. Разбам, раз нет. Рыбкиные, рыбкиные. уху. Алло. 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 Алло, а кто это? Алло, здравствуйте. Это Игорь, муж Татьяны. Алло, вы слышите? А, вех бы тебя не слышать. Что надо? Мне нужно поговорить с Татьяной. Нужна Татьяна, звонишь сюда. Ну, я вас очень прошу, я... Позовите ее, пожалуйста. Я обзвонил все гостиницы, ее нет нигде. Кроме вас, ей некуда поехать. Ее нет и не будет для тебя. И ты сюда больше не звони, понял? Подождите, старая кошелка. Очень остроумно. С каких-то пор я кошелка, да еще старая. Ты что пришла? Даю тебе шанс извиниться. Я сегодня добрая. Да. Даже не знаю, с чего начать. Это что, мат? Вроде того. Ловко вы меня, как младенца. А вы не скромничайте. Партия была даже очень неплохая. Ну, еще одну? Давайте. Давайте. просто шахматы, Сереженька, внимание требует. А вы все о чем-то о своем думаете. А я вот думаю, хорошо бы в жизни так. Фигуры заново расставил и отыгрывайся. А в жизни почти так и бывает. никогда не поздно отыграться. За редким исключением. Я тоже так думал. А она пошла замуж за другого. Вы порадуйтесь за нее. Может, она выиграла. В том-то дело, мне кажется, этот тип ее обманывает. А доказать я ничего не могу. А вы не торопитесь. Подготовьте сильную атаку и сделайте решающий ход. Если бы я знал, как это сделать. Давай, давай, еще одну оделку принесу. Что-то это снобиться от тебя. У меня не от холода. У меня внутри все трясется. Ничего, отогреем тебя. На тебя вся надежда. Танька, я вон родить не сумела и даже удочерить не получилось. Так что, давай, рожай для тети Гали. Ну, и ты уж для тети Тани кого-нибудь не роди. Ой, я даже боюсь пробовать. Танька, как от любви. Если уж дано такое счастье, то... Знаешь, Галь, мы с тобой не девочки. Мы знаем, что такое любовь. Упаси Бог от нее. Просто упаси Бог. Танька, говоришь, сама не веришь. Как же можно без любви? Зачем тогда на свет рождаться? Ну, да, действительно. Ну, только бы от нее поменьше мучиться, понимаешь? Хотя, что я говорю? С другой стороны, да все приходится платить. А знаешь, чего я сейчас хочу? Больше всего на свете. я хочу стать камнем. Я хочу убить себе эту любовь. И даже надежду на то, что она может быть счастливой. Бедная моя девочка. нет, голубчик, так не пойдет. Вы уж со мной, пожалуйста, под давки не играйте. Уважьте мои седины-то. Извините, я просто задумался, а тут ваш слон. А, вот, Серёженька, слона-то я не приметил. Вот вам ещё одно доказательство мудрости этой игры. Всё, как в жизни. Неужели всё? Всё. Всё, Серёженька. Что в шахматах главное? Правильно оценить ситуацию. А в жизни? Вы знаете, ведь в жизни мы играем не с партнёром, который напротив нас, а, вы знаете, со страхами своими, с гордостью, фантазиями, глупостью. Да-да. Знаете, я ведь тоже в этой жизни не только шахматы любил. Да-да, не смотрите на меня так. Были мы и когда-то высаками. Ну, она в какой-то момент решила, что создана не для меня, для балета. Ну, вот. Вернее, даже не для балета, а для своего балетместера. Ну, и чем это закончилось? А тем и закончилось. Я правильно оценил ситуацию и понял, что от меня уже ничего не зависит, кроме одного. Чего? А признать своё поражение в той партии и встать из-за стола. Скажите, а вот сейчас, как вы думаете, это было правильное решение? А кто его знает? Эй, вы знаете, ведь иногда лучшее Серёженька, что мы можем сделать для наших любимых, просто не мешать. И попытаться начать новую партию. Думаете, я не пытался. Женился даже. Всё равно, сколько лет прошло, не могу выкинуть её из головы. Два джентльмена из Южной Америки играли по переписке одну партию 53 года. Так что время, Серёжа, тот единственный запас, который у нас с вами есть. Хочешь ещё что-нибудь услышать, дорогая? Угу. Да? Могу добавить только одно. Больше видеть тебя и слышать не хочу. Но об этом-то, Игорёк, даже не мечтай. Может, от своей провинциальной дурочки ты просто так и отделаешься. Но не от меня, не А. Правда. А мне вот кажется, что до смешного-то всё просто. Всё просто. Вот сейчас пойду, сама знаешь кому, брошусь в ножки, да и скажу. Не великознить тебе, или слово молвить, да и признаюсь как на духу, что имел контакт и несанкционированное руководство. Не посмеешь, куда уж тебе. А впрочем, как знаешь. Только учти радость моя. Он тебя в порошок сотрёт. После этого приличную работу тебе никогда не найти. Может, только стоит позвонить. Угу. Зато меня будет мысль греть о том, что ты всё потеряешь. А я как-нибудь прорвусь. Есть ещё один способ. Очень эффективный. Да! Очень! Ах ты, сладёнок, а! Крутым стал, да? Да отпусти! Больно же! Запомни, мальчик мой, это тебе с рук не сойдёт. Мой муж из тебя бифштег с кровью сделает. О! Хорошо, что ты напомнила-то на мне. Я же как раз хотел ему позвонить. Если ты, если ты сволочь, хоть слово ему скажешь, всю жизнь об этом помнить будешь. Всю свою недолгую и никчёмную жизнь. Как хорошо, что мы с тобой друг друга поняли. А вы знаете, какое лекарство самое лучшее в вашем положении, Серёж? Самое лучшее лекарство это работа. Да. Я могу хоть на завод пойти. Ну, с чувством ёмора. Я смотрю, у вас всё в порядке. Хороший признак. Только зачем на завод? Вы же строитель. И не просто строитель. Был строитель. Был когда-то строитель, да весь вышел. Ну, дорогой мой, мастерство не пропьёшь. Может, хватит вам строить воздушные замки, пора за настоящие дома приниматься из камня, дерева, бетона, стекла, из чего захотите. Да я уже сто лет ничего не проектировал. Ну, что, податься на рублёвку ажурные балкончики с бойницами клепать? Ну, пошутили и славно. А теперь, знаете, давайте поговорим серьезно. Мне вот этот ваш дом очень понравился. Действительно красивый, рациональный, функциональный. Я не ошибаюсь. Да вроде бы все правильно, если я помню. А вы вспомните. А вы считаете, что еще не поздно? А почему поздно? Люди каждый момент в своей жизни пытались использовать с толком. Работать нужно, Серёжа. Как сказал один французский король, потеряно все, кроме чести. Но он тогда проиграл сражение и попал в плен к испанцам. А вы, насколько я понимаю, сражение еще не проиграли и на свободе. значит, остаться без работы не боишься? Чем же тебя напугать, Игорек? Слушай, ты, дама полусвета, тебе сказано, чтобы духа твоего здесь не было. Давай. Как же я ненавижу таких баб-липучек, а? Все, порезвелись и хватит. Это все было тогда, когда я был на побегушках у твоего старичка. А что же изменилось? Не боишься, что тебя отшевырнут от кормушки? Теперь у меня есть и жена, понимаешь? Скоро будет ребенок. И мне теперь наплевать, что будет говорить твой рогоносец, понимаешь? И плевать на его заказы. Что-то я забыла. Твоя жена, это томителка, что застукала у нас на диванчике? Ой, какие у нее были глаза по пять копей каждый. По-моему, Игорек, тебе семейная жизнь больше не светит. Гудбай, Танюша! А вот это не твое дело. Ты никто. А она мать моего будущего ребенка. Я уж постараюсь как-нибудь их не потерять. Проваливай. Это было мое последнее предупреждение. Нет, Танька, нет. Так нельзя. Надо жить, надо... Галя, люди без ног, без рук живут, а без любви-то уж... Ой, ерунду говоришь. Да не сможешь ты без нее, без любви-то. Даже не пытайся. Точно будет, Тань. Ой, ну конечно, тошно. Без нее-то будет как раз намного лучше. Проживу как-нибудь. Ой, дурочка, Танька. Говорит, сама не верит, а? Ты знаешь, я вот Наде очень много сказок читала. И в них вот в конце, как обычно, знаешь, говорится, жили они долго и счастливо и умерли в один день. А знаешь, почему долго жили? Ну? Разводиться не хотели, детей расстраивались. Не знаю, не знаю. Вот я хочу в чудо верить. Знаешь, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. О, прилетел. Открывай, а то улетит твой голубой вертолет. Ну иди уже, не пускай ты свое счастье. Ой, ну ладно. Ну, ладно. Пошла я. Пока порадовать нечем. С объектом контакта не было. Вот сижу в машине, жду. Долго, Виталий, долго. Так, Иван Иванович, не выходит она. Я, быть может, и сам зашел, но это не квартира, а проходной двор. Там, по-моему, пол Москвы околачивается. Знакомые персонажи появлялись? Нет. Мужик какой-то приходил с цветами ребенком. К ней? Может, к ней, а может и нет. Да вы не волнуйтесь, я все выясню. Мне твоя забота не нужна. Мне дело нужно. Я здесь разберусь, волноваться мне или спокойно чаи гонять. Значит так, ты сейчас поднимешься наверх, на этаж. Может, она кого провожать выйдет? Вот тогда ты ее в обороты бери. Только по-умному, мягонько так, сочувственно. Понял? Да, да не волнуйтесь. Извините, все будет в порядке. Я не волнуюсь. Это ты волноваться должен. Все, действуй. ВОЛНИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ВОЛНИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ Продолжение следует...